Разрешенная скорость буксировки, что необходимо сделать при вынужденной остановке на склоне, эти и другие вопросы встречаются в теоретических билетах у кандидатов на получение категории водительского удостоверения А1. Обучение проходит теоретически, включает в себя теоретическую подготовку по специальностям водителей самоходных машин и в дальнейшем по окончанию основной подготовки теории проходит стажировка, как правило в организациях или на базе учебного курсового комбината. За исключением водители самоходных машин категории А1, это не требуется. Обучение на категорию А1 длится 90 часов. После – экзамен, теория и практика на мотовездеходах. В билетах 8 вопросов, ответить на которые нужно за 8 минут. Те, у кого есть водительское удостоверение, от теоретического экзамена освобождаются, а после – практика. Здесь все как на автодроме для автомобилей. Те же конусы, повороты и привычная змейка. Сдающим экзамен нужно выполнить несколько элементов – габаритный коридор и габаритный полукруг. Проехать по полосе для разгона, а также змейка. Вот только два здешних элемента сложнее, чем при сдаче на другие категории. Из-за необычного угла поворота можно легко сбить конус, а это значит, что экзамен не сдан. Если не посещать занятия, говорит инструктор, то этапы эти можно и не пройти. Обычно сдает только половины группы. Но сегодня результат отличный. Право на управление мототранспортным средством получили все сдающие. Обучение, на самом деле, я думал, что все будет просто. Ходил на занятия, вспомнил школу, хотя это было очень-очень давно. И преподаватель очень все хорошо объяснял. Потом началась практика, было очень весело, интересно. И вот сегодня экзамен. Все пролетело очень быстро. Проходить обучение лучше перед покупкой мотовездехода. Однако инспекторы отмечают, что зачастую люди поступают наоборот. А это может привести к печальным последствиям. В 2019 году уже произошло три ДТП с мотовездеходами. В этом году был, значит, дороже транспортное происшествие. Мужчина управлял этим мотовездеходом, который ему принадлежал. Соответственно, не зарегистрирован в основном порядке, не имел удостоверения в соответствующей категории. Ну и в результате ДТП получил переломы. Административная ответственность за нарушение правил регистрации и эксплуатации мотовездеходов предусматривает наложение штрафа до 10 тысяч рублей или лишение права управления транспортным средством на срок от 3 до 6 месяцев. Поэтому в регионе и проходит профилактическая операция «Мотовездеход». Цель этой операции, которая проводится, ну, не совсем карательные меры, а чисто в профилактическом, скажем так, плане. Объяснить людям, что они не имеют права управлять без соответствующего удостоверения. И в том числе и это транспортное средство, они обязаны зарегистрировать в установленном порядке. Получить свидетельство о регистрации, получить государственный регистрационный знак, установить его на штатное место, предусмотренное заводом и закладителем. И ездить как добропослушные граждане Российской Федерации. В регионе зарегистрировано более 1300 единиц внедорожных мототранспортных средств. С начала 2019 года поставлено на учет 127 внедорожников. Все больше людей уделяют внимание своей безопасности и соблюдают правила дорожной эксплуатации техники. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город».